В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте и в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета познакомился с особенностями производства и вручил памятные медали лучшим сотрудникам предприятия Спаски и партнеры. Мы не занимаемся химией, у нас абсолютно все натуральные продукты. В Видном скоро появится сквер имени Тимофея Лемешко. Человека, который достоин, чтобы память о нем действительно жила. В Центральном парке в праздничной программе, посвященной грядущему 90-летию Ленинского района, приняли участие многодетные семьи. Так все сложилось, замечательная погода, деток, очень-очень много деток пришло, все красивые, нарядные. В преддверии празднования 90-летия Ленинского района и Московской области глава муниципалитета Валерий Венцель посещает важные производственные объединения, где знакомится с технологическим процессом и вручает особо отличившимся сотрудникам памятные медали. Не стало исключением и компания Спаски и партнеры. На производстве побывала и наша съемочная группа. Уже на подходе к производственным цехам чувствуется отчетливый запах специй. Посещение компании Спаски и партнеры главой муниципалитета Валерием Венцелем началось с небольшой, но очень информативной и насыщенной экскурсии. Так как на производстве работают с пищевыми ингредиентами, тут очень строго с гигиеной. Высоким гостям выдали халаты, шапочки, респираторы, бахилы и перчатки. Все сотрудники также работают в средствах защиты. Мы не занимаемся химией, у нас абсолютно все натуральные продукты. И мы делаем в основном вкус ароматические бленды. Что это значит? Что мясоперерабатывающее предприятие берет только мясо, добавляет наш вкус. Это все сделают из натуральных, вы это все увидите. И потом получают уже готовую колбасу. Компания Спаски и партнеры на рынке с 2011 года. Начинали как дистрибьюторы пищевых ингредиентов для мясоперерабатывающей промышленности. А затем через 4 года решили открыть собственное производство. На данный момент мы полностью продаем продукцию под собственной торговой маркой. И в данный момент это порядка 80-90 тонн в месяц. Чтобы понять много это или мало, из одного килограмма наших ингредиентов делается 100 килограмм колбасы. Сейчас в компании работают 74 человека. И она продолжает развиваться. Нам работа очень нравится здесь. У нас очень хороший коллектив, у нас очень хорошие развивающие программы. Тренинги обязательно проводятся по личностному росту, а также по постановке целей. У нас очень хорошая корпоративная библиотека, где мы можем тоже развиваться, брать книги, читать. Михаил Нырков трудится здесь уже 5 лет. За его плечами работа в таких гигантах, как Компомост, Черкизова и Царицыно. Здесь он ведущий технолог в экспериментальной лаборатории. Мы занимаемся отработкой новых экологических вкусов, пищевых добавок для производства. Это для кафе, столовых и больших предприятий, которые занимаются мясоперерабатывающей промышленностью. Люблюсь здоровым? Да, очень. Михаил – один из 20 сотрудников компании, кому за профессиональные заслуги глава муниципалитета вручил памятные медали в преддверии 90-летия Ленинского района. Я хочу выразить слова искренней благодарности, когда предприятия, которые развиваются, которые работают на территории нашего муниципалитета, еще принимают активное участие в общественной жизни муниципалитета. Это очень знаково для нас. Мы благодарим, что вы всегда с нами. Валерий Венцель поблагодарил сотрудников компании за работу и пригласил на празднование 90-летия Ленинского района на стадион «Металлург». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Ленинский район всегда гордился своей историей и чтил память земляков. Очередной данью уважения к одному из тех, кто стоял у истоков города Видное, стало создание сквера имени Тимофея Лемешко, главного озеленителя Московского коксогазового завода. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Рядом с домом, где раньше жил главный озеленитель города Видное Тимофей Игнатьевич Лемешко, в ближайшие дни появится сквер его имени. Много лет здесь находилась невзрачная, неработающая трансформаторная подстанция. Сейчас территорию облагораживают, чтобы сделать ее местом отдыха для жителей. Мы должны заходить на территорию не только общественного пространства, находить такие места у нас в исторической части города Видное, для того, чтобы сделать какие-то зоны, по большей степени для отдыха, тихие зоны. Глава Ленинского района принял участие в высадке деревьев в будущем сквере. Задача властей – вновь сделать Видное городом-садом. Этот сквер будет носить имя Лемешко, человека, который достоин, чтобы память о нем действительно жила. Улица Лемешко есть, сквер имени Лемешко есть, так что вот, ну что, я считаю, что горожанам это место понравится. Среди высаженных растений – голубые ели, кизильник, боярышник, декоративные розы и яблони. Думаю, яблони здесь высаживаются традиционно, да, потому что эта улица, она в основном была засажена яблонями. А кизильник, он более приживаемый в нашей местности и декоративный, то есть его можно хорошо обстричь, то есть омолаживающие декоративные обрезки очень хорошо подвергаются. Помимо зеленой зоны здесь будут расположены скамейки и специальный стенд с информацией о жизни Тимофея Лемешко. В течение 10 лет в середине прошлого века под его руководством посадили более 35 тысяч деревьев и 170 тысяч кустарников. Данный проект предусматривал создание некого оазиса на данной улице, для того, чтобы люди могли подойти, прочитать, в честь кого данная улица названа, прийти, отдохнуть и провести некоторое время. Желающие внести свою лепту в современное озеленение города смогут это сделать во время традиционной областной акции «Наш лес, посади свое дерево». Она состоится 21 сентября. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ Людям важно быть услышанными. Под таким девизом проводятся регулярные приемы жителей депутатам Государственной Думы Вячеславом Фетисовым. Здесь каждый может обратиться лично к Вячеславу Александровичу со своим наболевшим вопросом. С какими просьбами и пожеланиями приходят наши граждане, узнала Екатерина Коваленко. С приятных мгновений начался очередной депутатский прием Вячеслава Фетисова. Десятилетняя видновчанка Люда Ковалева давно хотела познакомиться с легендарным спортсменом и взять у него автограф. А мечты, как известно, должны сбываться. Держи. Спасибо. Иди ко мне. Дальше встреча плавно перетекла в рабочее русло. Спектр вопросов, с которыми люди обращаются к Вячеславу Фетисову, широк. От глобальной темы обманутых дольщиков до ситуации, которые требуют решений здесь и сейчас. Николай Корягин уже на повторном приеме у депутата. Сегодня он пришел с благодарностью. Во дворе его дома на ПЛК-19 установили долгожданную видеокамеру. А совсем скоро ее подключат к программе «Безопасный регион». Сейчас необходимая сертификация, там все это проходит, и она будет именно в этой системе, чтобы полиция могла оперативно реагировать. Обратил пенсионер внимание на еще одну проблему. На придомовой территории есть спортивная площадка, и выходя с нее дети фактически оказываются на проезжей части. Даже машине задумывается, что не видит ребенка, было предсказуемо. Калитка открылась, он вышел оттуда, и что получилось? Получилась неприемность. Обращаются за помощью к депутату известные люди. Валерий Нефантьев, президент мотобольного клуба «Металлург», человек, который не нуждается в представлении в нашем городе. Он посетовал на то, что трем игрокам его команды до сих пор не присваивают положенные звания мастер спорта международного класса. Высшие ребята выиграли в финале. Прозвучал гимн России, фейерверк в честь победы сборной команды России над Германией в Германии. Возвращаемся, и через неделю приходит очередной отказ в представлении звания мастера спорта международного класса. Устранить эту несправедливость Вячеслав Александрович пообещал как можно быстрее. Вообще же, к каждой ситуации здесь индивидуальный подход. Стараемся делать и настойчиво добиваемся решений. Не успокаиваемся даже при каких-то отписках. Так что, да, работаем. Люди доверяют, люди приходят. Иногда как бы с последней надеждой, но все, что от нас зависит, мы делаем. Есть возможность помочь. Мы будем это делать, так скажем, до последнего депутатского запроса. Записаться на прием к Вячеславу Фетисову очень просто. Для этого достаточно позвонить или прийти в его общественную приемную на школьной 24А. Екатерина Коваленко, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Жительница города Видное Оксана Иванова прислала видео в нашу рубрику «Мобильный репортер». Сюжет посвящен акции, которую провели в одном из видновских торговых центров и которая подтверждает старую истину – мир не без добрых людей. Акция была организована Центром социального обслуживания «Вера». Для 20 детей из малоимущих и многодетных семей, а также малышей с ограниченными возможностями здоровья устроили праздник. Он был приурочен к Международному дню благотворительности и началу учебного года. Центром веселья сначала стала игровая комната, где маленьким непоседам дали полную свободу действий. Развернуться было, где интерактивные доски, настольные игры, лабиринты, бассейн с шариками. Веселье продолжилось в фойе. Здесь ребят и их родители развлекали веселые клоуны, которые подготовили массу всевозможных конкурсов. Естественно, что большинство их было посвящено осенней тематике. «Я готовы делать посвящение в осень?» «Я вышел!» Без подарков в этот день не ушел никто. Родителям детей вручили подарочные сертификаты на приобретение игрушек, книг и канцелярских принадлежностей, что весьма актуально для тех ребят, кто пошел в школу. В муниципалитете продолжаются мероприятия, посвященные 90-летию района. Одно из них состоялось в Центральном парке, куда пригласили многодетные семьи. Дети могли бесплатно покататься на каруселях, поиграть в активные игры. Кульминацией праздника стал флешмоб, в котором приняли участие все посетители парка. Подробности в нашем сюжете. В самом любимом месте отдыха большинства жителей муниципалитета в Центральном парке города Видное состоялся праздник для многодетных семей, который приурочили к 90-летию Ленинского района. Инициатором семейного мероприятия стала общественная организация «Наше будущее». Когда мы встречаемся в большом составе, всегда это интересно. Мы обмениваемся между собой какими-то вехами в жизни. Всегда это интересно, когда много людей, в хороший праздничный день, в хорошей погоде. Некоторые мальчишки и девчонки, как, например, Полина Самсонова, подготовили в честь праздничного мероприятия стихи. А живем мы в видном, в краешке забитном, ведь хорошо жить, дружить, любить, мечтать. Созданно еле, высота, не уеду никуда. Для всех многодетных семей работали аттракционы, на которых можно было покататься совершенно бесплатно. Но ключевым моментом этого дня стал флешмоб, в котором приняли участие мамы и дети. Под веселую музыку у них получилось образовать несколько слаженных фигур, одной из которых оказалась юбилейная цифра. Очень интересно, весело, здорово. Детишки и покатались, погуляли, получили шарики. Впечатление как бы есть. Эти праздники необходимы, во-первых, для детей. Дети здесь знакомятся, мамы тоже знакомятся. Но окончание лета, это хороший повод, это заряд на весь учебный год. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем организаторам этого праздника. Очень приятно прийти в наш городской парк. И так все сложилось, замечательная погода. Деток, очень-очень много деток пришло, все красивые, нарядные. Мероприятие действительно получилось настоящим семейным праздником. Хорошие впечатления остались у всех его участников, которых объединяют их большие и дружные семьи. У каждой семьи своя радость, у многодетных, что всегда веселье, всегда шум, гам. Некогда скучать, всегда весело, всегда найдут, чем заняться взрослым. А в завершении мероприятия организаторы праздника вручили детям небольшие памятные подарки. Татьяна Брылова, Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.